Смогли 5 фотоловушек обнаружить в подроге с деревни, где в 1981, 1997 и 2021 годах при мистических обстоятельствах гибли люди? Ребята с канала Судари отправляются изучать одну из самых страшных легенд, про которую им только удавалось слышать. Люди стали жаловаться, что зеркала издают крики, реальные крики. Это самая страшная деревня, самая страшная из тех, которую мы когда-либо выбираем. Девушки отдыхают «Это Андрей! Я вам звонил насчёт квартиры!» А внешняя дверь открылась. «Заходите!» Общая площадка перед двумя квартирами оказалась здорово завалена всяким прохлом. Какие-то ящики, мешки с картошкой и даже старая стиральная машина. Что самое удивительное, машина эта стояла вплотную к двери 144-й квартиры. Так что не войти в ту квартиру и не выйти из неё было решительно невозможно. «Соседское добро!» Пояснила хозяйка. «Они на даче живут до конца ноября, а это побросали тут. Мне что? Мне не жалко. Пройти можно и ладно. Дверь вон с стиралкой забаркодировали. От воров поди. Как будто воры стиралку отодвинуть не смогут». Хозяйка Валентина Никифоровна, как я и предполагал, после нашего телефонного разговора оказалась женщиной лет 60. Жилплощадь готова сдавать недолго. Сама будет жить у сестры в другом районе. «Квартира в хреновиком состоянии, зато цена подходящая. Надеюсь, безобразие тут не будете? Квартиру рушить?» «Нет, что вы! Я не такой человек. Я инженер. Занимаюсь космической связью». «Космической? Хорошо». «Вы не из Орла?» «Нет, я из Дмитрова. А что?» «Ну как же?» Хозяйка внимательно посмотрела мне в глаза. «Орла, ла-ла-ла!» Прочитав на моем лице полное недоумение, она явно удовлетворилась и сказала. «Живите! Вот вам ключи. Других у меня нет, так что можете замок не менять. А хотите, меняйте. Только в общей двери оставьте, какой есть, а то соседи не войдут». «Мы обменялись телефонами и прочими всевозможными координатами. Я заплатил женщине за первый месяц, и она пожелала мне счастливо оставаться. Проводив хозяйку, я еще раз более внимательно осмотрел квартиру. «Отлично, жить можно. А там, если все будет нормально, и ремонт сделаем. Но это поживем-увидим». «Я вообще-то снял квартиру не для того, чтобы одному в ней обитать. Есть в мечтах определенные проекты, связанные с Викой. Только пока, к сожалению, ничем особо не подкрепленные. Сумка с самым необходимым у меня собой. Так что здесь и за ночую. Завтра еще в общаку к мужикам заскочу, кое-что заберу оттуда. А к выходным постараюсь с кем-нибудь насчет машины договориться, чтобы из Дмитриева все, что надо, сюда перевезти. Без машины никак. Там ведь техника всякая. Компьютер, усилитель, колонки, телевизор. Ну и кое-что помелчи. В ванной комнате поставил на полочку стакан зубной щеткой и пастой бритвой. Положил на раковину мыльницу. Застелил постель. У кровати стоит большой старый трехстворчатый шкаф для одежды. Правда, одна створка закрыта на замок. И где ключ неизвестно. Но другие две створки открываются. Повесил туда рубашки. Вскипятил чайник. Попил чаю с бутербродами. Покурил на балконе. За окном красота. Высокие деревья клены тополя. Разноцветная сентябрьская листва. Ближе к ночи, проходя по коридору мимо двери, посмотрел дурной глазок. Сам не знаю, зачем я это сделал. Наверное, просто в этот вечер слоняюсь по своему новому жилищу. Я все-то ссалал свой нос чисто из исследовательского любопытства. Заглянул в глазок и вздрогнул. С той стороны двери на меня в упор смотрела хозяйка квартиры. Ух, аж мурашки побежали. Чего это она там стоит? Открыл дверь. Валентина Никифоровна? Вы вернулись? Чего же не звоните? У нас вообще звонок работает? Орла! Ла-ла-ла-ла-ла! Ответила хозяйка. Я что, девича, забыла сказать? Если не хотите за электричество переплачивать, свет в тамбуре не включайте. В тамбуре? Здесь! Хозяйка ткнула пальцем в направлении лампочки, освещавшей общую площадку перед двумя квартирами. Лампочка от нашего счетчика подключена. А эту, которая от подъездного счетчика, вкручивать бесполезно. Ее мам пожрет. Что пожрет? Хозяйка лишь махнула рукой. До свидания! Сказала она и ушла за дверь. А вот интересно, как она вообще сюда попала? В тамбур, как она выражается? Я ж когда пробжал ее, дверь-то внешнюю закрыл? Или не закрыл? Да нет. Вроде закрывал. Может, вред, что у нее другие ключи не осталось? Ладно, бог с ней. Устал я за этот день. Уснул быстро и спал крепко. Снилось мне, будто я еду на поезде зачем-то в город Орел. Снился стук вагонных колес. Потом оказалось, что это не колеса, а проводница среди ночи стучится в дверь моего купе. Я поднялся с постели, чтобы открыть. И тогда только понял, что это не сон. Хотя стук кажется только что звучало совершенно реально. Практически над ухом. Как будто стучали в створку шкафа. Ту, что закрыта. Приснилось, конечно. Вокруг висела мертвая тишина. Часы показывали половину четвертого. Я снова заснул. Утром, когда я ждал лифт, открылась дверь с противоположной стороны лечной площадки. И вышла девочка с портфелем. Я поздоровался. Девочка отвечать на приветствие не стала, но спросила. Вы в 143-й квартире поселились? Да, согласился я. Там дядя на паровозиках катается. Сказала девочка. Что? Тут подъехал лифт. Я вошел в него. Девочка за мной не последовала. Осталась на площадке. Я хотел спросить, что она имеет в виду. Что за дядя на паровозиках? Но надо было спешить, чтобы не опоздать на работу. И я нажал на кнопку первого этажа. Двери лифта стали медленно закрываться. Внимательно, глядя на меня, девочка достала из кармана железную рубль. Положила в рот. И, как мне показалось, проглотила. Лифт поехал вниз. В этот день на работе меня ждала чертовски приятная неожиданность. Мне прибавили зарплату. Немного, правда. Не в таком размере, чтобы скомпенсировать ту сумму, которую я теперь ежемесячно буду платить за квартиру в Москве. Но всё равно дело хорошее. После работы заехал в общагу. Забрал свои монотки. Купил по дороге несколько лампочек. Надо всё же завернуть лампочку в тот патрон в тамбуре, что нет моего счётчика подключён, про который вчера хозяйка говорила, что там лампочку мым пожрёт. Хм, смешно. Прикольно и вообще тут люди собрались. У одной дядя на паровозиках катается, у другой мым какая-то... Открывая дверь, я услышал в квартире голоса. Ну блин, точно. Хозяйка наврала насчёт ключей. Мало того, что у кого-то есть другой комплект, так они ещё и ходят сюда. Надо срочно разобраться с этой Валентиной Никифоровной. И замок по-любому менять. А вошёл в квартиру, приготовившись до свежливой, но твёрдой отпора незваным гостям. Но таковых в квартире не оказалось. Хотя громкие голоса звучали явно с кухни. Пройдя туда, я установил, что звучат они из холодильника. Открыл дверцу. Нет, не из холодильника. Из-за холодильника. Поднадожившись, слегка отодвинул этот белый гроб от стены. За ним, вся покрытая солидными клубами пыли, обнаружилась радиоточка. Проводной репродуктор. Раритетная на сегодняшний день техника. Оттуда и звучали голоса. Шла какая-то радиопостановка. Непонятно только. Если эта радиоточка была включена, то почему она вчера никаких звуков не издавала? В общем, я её выключил. И продвинул холодильник обратно к стене. Пошёл в тамбур вкручивать лампочку. Сначала пришлось подродиться, чтобы выкрутить остатки предыдущей. Металлический цоколь с торчащими из него обломками стекла. И всё это дело перепачено в чём-то красном и засохшем. То ли в крови, то ли в томатном соке. Но в конце концов справился. Выкрутил эту дрянь и вернул новую лампочку. Добудет свет. Ночью лишь только я задремал. Кто-то в квартире громко произнёс. Старик на дереве хохочет. На этот раз не приснилось. Голос в квартире прозвучал без сомнения наяву. Опять откуда-то с кухни. Я встал. Зажёг свет, пошёл на кухню. Отодвинул холодильник от стены. Так и есть. Радиоточка включилась. В прошлый раз я на ней кнопку отжал. А сейчас она снова нажата. То ли я её холодильником задел, когда двигал. То ли там раздолбанный механизм уже живёт своей жизнью. Надо её из радиорозетки выключить. Да и всё. Но не то-то было. Никакой радиорозетки не обнаружилось. Провода шли прямо из стены. Обрезать их не решился. Ведь только вчера обещал хозяйке, что не буду разрушать квартиру. Взял спичку. И с её помощью заклинил кнопку так, чтобы штучно больше не нажалось. Холодильник на место ставить не стал. И вернулся в постель. Среди ночи я проснулся от громкого хохота. На этот раз звук шёл не с кухни, а со стороны балкона. Неужели залез кто-то? Сходил в коридор к вешалке. Достал из кармана куртки перцовый баллончик. Кто знает, что там за чёрт на моём балконе. А хохот всё не умолкал. Я подошёл к балкону. Осторожно отодвинул занавеску. На балконе кажется никого. Откуда же? Ох, твою мать! На дереве напротив сидит костлявый старик. Тычет кривым пальцем в сторону моего балкона и хохочет. Увидев меня в окне, старик хохотать перестал. Вперил в меня безумным взглядом и закричал. Что? Как там дядя? На паровозиках катается? Я даже не стал выходить на балкон. Какой смысл разговаривать с идиотом? Ясно, что он пьяный? Или вообще сумасшедший? Только вот, что теперь делать? Как уснуть в такой обстановке? ЗВОНОК В ДВЕРЬ И то зазвонил телефон. Едва я успел поднести трубку к уху, как услышал. Долго он ещё у вас ржать будет? Спать невозможно. А я тут при чём? Ээээ, а где Никифоровна? Она сейчас здесь не живёт. А ты кто? Я у неё квартиру снимаю. Ну и что? Она тебе ничего не рассказала, что ли? Нет. А что она должна была рассказать? Это ж муж её на дереве сидит. Самасшедший. Его в богатине держат. А он оттуда иногда сбегает и сюда залазит. Смотрит на свою бывшую квартиру. Звонить надо. Пускай за ним приедут. Никифоровна всегда звонила. А куда звонить? Обожди. Сейчас номер найду. Простите? А вы кто? Кто-кто? Сосед твой, 144-й. А, так вы с дачи вернулись? Но в трубке уже звучали короткие гудки. Видимо, сосед пошёл искать телефонный номер богатильни. Надеюсь, найдёт и перезвонит мне. Однако, прошло минут 10, и мне так никто не позвонил. А безумный старик на дереве продолжал заливаться истерическим смехом. Я решил зайти к соседям. Выйдя в тамбур, я с уделением обнаружил, что дверь квартиры как была задвинута стиральной машиной, так и осталась. Я постучался. Безрезультатно. Тогда я вышел на личную площадку. И нажал на кнопку звонка 144-й квартиры. Послышалась звонкая трейль. Но никто не открыл. Вернувшись к себе, я с облегчения обнаружил, что хохота больше не слышно. Неужели старик слез с дерева? Нет, как оказалось. Не слез. Но замолчал и смотрит куда-то вниз. Я вышел на балкон и тоже посмотрел вниз. Сквозь густую листву, да ещё в темноте. Разглядеть что-либо было трудно. Но ясно было, что на земле под деревом суетятся несколько человек с фонарями. В какой-то момент вроде бы мелькнул оранжевый жилет. Типа тех, что бывают у железнодорожных рабочих. И там внизу несколько мужских голосов пели какой-то странный полубессмысленный куплет. Рука пород древесных, река дорог железных. Течёт к нам из орла, ла-ла-ла-ла. Этот куплет они повторяли снова и снова. И это продолжалось до тех пор, пока сумасшедший старик не стал спускаться вниз по дереву. Когда голова безумца скрылась в листве, пение прекратилось. Фонари погасли. И больше я ничего не видел и не слышал. Ближе к утру, сквозь тяжёлый предрассветный сон, мне слышалось, что вроде бы опять кто-то стучится в створку шкафа. Но сон оказался сильнее. И не выпустил меня из своей пелены. Проснувшись утром, я почувствовал себя не очень хорошо. Меня слегка мутило. Завтракать не хотелось. Я заставил себя выпить чаю, после чего меня едва не стошнило. В голове крутился дурацкий напев. Рука порой древесных река дорог железных. Я вышел из квартиры. Вход к соседям всё так же был закрыт стиральной машиной. Заперевся двери, я стал убрать ключи в портмоне, где обычно их ношу в том же кармашке, что и мелочь. И тут на глаза мне попалось несколько рублёвых монет, лежавших там. От их вида мне стало совсем дурно. Словно повинуясь какому-то инстинкту, я вытащил эти монеты и отбросил их подальше от себя в сторону мусоропровода. И мне сразу стало гораздо легче. Только очень захотелось помыть руку, до которой я дотрагивался до монет. Прогулка по улице до метро окончательно привела меня в чувство. В вагоне мне посчастливилось занять сидящее место. Я слегка прикорнул и прибыл в офис вполне в бодром состоянии. А на работе меня снова ждал приятный сюрприз. На этот раз на личном фронте. Веку я окучивал уже давно. И мне казалось, что я не нравлюсь. Но при этом дело как-то не двигалось. В смысле, какого-нибудь прогресса в отношениях. Даже на мои невинные интеллигентные приглашения сходить, к примеру, в кино или в театр. Она, как правило, отвечала вежливым отказом. Не всегда, но чаще всего. А сегодня, в середине дня, она позвонила мне сама. Не хочешь покурить? А... сейчас. Только мейл допишу. Давай минут через пять в курилке встретимся. Хорошо. В курилке мы с Викой оказались только вдвоём. Что тоже было как нельзя кстати. Помнишь, я обещала тебя своим фирменным яблочным пирогом угостить? А как же? Ещё полгода назад. Но ведь обещанного три года ждут. Так что я раньше, чем через два с половиной года не рассчитывал. Можно немного пораньше? Можно сегодня? Заедем после работы ко мне? Вот оно, неожиданное счастье. Но не успел я что-либо ответить. Как Вика, поправляя прическу, отвела рукой свои волосы назад. И я увидел в ее ухе серьгу в виде серебряной монеты. В ту же секунду меня скрутило. Уронив сигарету на пол, я едва нашёл в себе силы промямлить. Извини. Плохо себя чувствую. Сегодня не получится. И побежал из курилки в туалет. До конца рабочего дня за своим столом я просидел более-менее нормально. О Вике старался не думать. Потому что иначе тоже перед глазами вставала серга монета и... По дороге домой в метро случился очередной рецидив. По вагону с протянутой рукой точился нищий. Когда он поравнялся со мной, я увидел, что это не живая рука, а протез. Причём деревянный. Кисть руки и пальцы. Всё было вырезано из дерева. Рука пород ревесных. Вспомнилась мне. Протез рассохся, потрескался. И самая глубокая трещина шла через всю ладонь. Словно линия жизни. В эту деревянную ладонь нищий собирал мелочь. Я поспешил закрыть глаза. Но осознание успело зафиксировать картину. Несколько рублёвых монет и одна двухрублёвая. Ребром застрявшая в линии жизни. Меня вырвало прямо на пол вагона. Нищий посорил на меня и с ненавистью промычал. МОМИ! Добравшись до квартиры, я снова слышал голоса. Ну всё, эта радиоточка меня достала. Пройдя на кухню, я что я силой дернул за провода, уходящие в стену. Они оказались на удивление прочными. Не порвались, а лишь выскочили наружу. При этом обрушив со стены на пол огромные куски штукатурки. Ну вот. А ведь я обещал хозяйке квартиру не разрушать. За слоем штукатурки на стене. Почему-то находились рельсы от игручной железной дороги. Часть рельс осыпалась на пол. Часть осталась на стене. Ладно. Завтра всё заделаю и восстановлю. А сегодня надо хорошенько отдохнуть и прийти в себя. Кухонным ножом я перерезал провода и направился в спальню. С наступлением темноты, радио мне спело песню про орёл и про реку дорог железных. Я понял, что резать провода было глупо. Я же инженер. Радио инженер, чёрт возьми. Я же понимаю, что радио, оно потому и радио, что принимает сигналы из радиоэфира. Вот оно и играет. А провода нужны только для того, чтобы радио во время качки от стены не отрывалось. Качка началась позже. Около полуночи. Стучали колёса. За окном мелькали огни семафоров. Что-то кричали начальники станций. Бабушка через окно протянула ведро орловских яблок. И всё время качала. Проснулся по звонку будильника. Самочувствие неплохое. Сейчас надо быстро умыться, побриться, позавтракать и на работу. В закрытую створку платинового шкафа что-то настойчиво стучало. Но я-то инженер. Я же понимаю, что если всю ночь качала, то, соответственно, шкафу накопилась индукция качки. И теперь то, что там есть, будет ещё долго качаться и биться в дверцу. Индукция качки гортензии энергии. Школьный курс яблок. Я чуть не запнулся о ведро, которое ночью бабушка в окно сунула. Кстати, не помню, заплатил ли я ей. Наверняка заплатил. Возьму пару яблок, съем по пути к метро. Закрытая створка шкафа с резком выламывается. И вместе с ней на пол падает тело. Подхожу, рассматриваю. Это не тело, а только фигура. Манекен. На него тут, очевидно, одежду вешали. Он и сейчас в одежде. Поэтому я сначала подумал, что это человек. А это деревянный манекен. Рука пород древесных. На работе, как обычно, все замечательно. Вечером в буфете мой коллега и приятель Игорек проставляются по случаю своего бракосочетания. Всех приглашает. Но я не пойду. Мне домой надо. В квартиру. А лучше я завтра Игорьку свадебный подарок принесу. Отпилю руку у своего манекена. Сделаю из фаги два колечка, как бы обручальных. И на пальцы эту руку надену. И подарю. Будет прикольно. И оригинально. Наверняка же Игорек знает эту песню. Рука пород древесных. А этот деревянный манекен мне не то чтобы нужен. Еще как нужен. Я его на стене у себя над кроватью закреплю. Уютно получится. Снизу я, а сверху он. Как крышка над головой. А то, что он без одной руки будет. Это как раз хорошо. Художественно. Выхожу из лифта на своем этаже. И вижу, как от моей двери детвора в рассыпную. Все по лестнице вниз побежали. А одна девочка. Та, которую я в первое утро встретил. За свою дверь спряталась. Что на нашей лестничной площадке от меня напротив. А я гляжу. Батюшки. Они на моей двери красной краской из баллончика написали «Муми». Вот ведь поганцы малолетние. Что я теперь Валентине Никифоровне скажу. Подхожу к двери, за которую девчонка юркнула. И я нажимаю кнопку звонка. Сейчас я с ее родителями поговорю. Пусть они ей уши надерут. Дверь распахивается. На пороге стоит молодой мужчина. Редкие волосы, водянистые глаза, козлиная оборотка. Острый кадык нервно ходит вверх-вниз. В вытянутой руке, словно пистолет перед лицом врага. Словно православный крест перед чертом. Мужчина держит белую пятирублевую монету и говорит мне. «Уйди, муми!» «Убирайся к себе!» «Здесь тебе нечего делать!» «Здесь нет орла!» «Ла-ла-ла!» От вида монеты я падаю на пол и едва не теряю сознание. Ползком преодолеваю личную площадку. Добираюсь до своей двери. Отдыхаю. Открываю дверь, валиваюсь в тамбур. Мне все еще плохо. Но чувствую, тут есть кое-что, от чего мне станет легче. Электрическая лампочка. Та, что питается энергией от общего электрочетка. Выкручивать ее сил нет. И я просто выламываю ее из патрона, разрезаю в кровь руку. Свою лампочку в рот жую и глотаю. И чувствую чудесное облегчение. Все в порядке. Все хорошо. Захожу в квартиру. А там дядя на пародиках катается. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»